Здравствуйте, зрители канала Заметки Номизмата! С сегодняшнего выпуска поговорим с вами немножечко о знаменитых или популярных золотых монетах мира. И начнем, ну, наверное, с самой главной такой монеты, хоть и не все, возможно, об этом знают. Дукат, в данном случае, австро-венгерский дукат 1915 года. Чем же так важен дукат? Именно этот дукат. Фактически, в отличие от многих других денежных единиц, дукаты с самого начала своего появления в 13 веке являются не просто даже монетами, а скорее весовыми слитками высокой пробы. Наверняка все знают вот этот жест подбрасывания мешочка с монетами. В прошлом люди могли определять количество денег, переданных из рук в руки. Все просто. Дукаты на протяжении столетий имеют стабильный вес, один и тот же вес. И действительно, люди, постоянно обращающиеся с деньгами, купцы, промышленники, банкиры, финансисты или, может быть, казначеи, действительно привыкли на вес определять количество дукатов в мешочке. То есть, на протяжении нескольких столетий именно дукат являлся буквально резервной валютой, золотым запасом Европы. Каждая страна, каждая монархия, княжества или потом республики, конечно, имели свои какие-то монеты, денежные единицы, но дукат был вечен и использовался действительно как валюта для внешней торговли или для создания постоянных долгов. И вот одним из последних воплощений этой старинной денежной единицы является именно австро-венгерский дукат. В Австро-Венгрии дукаты выпускались длительное время, но именно монета с датой 1915 стала самой массовой и выпускаться она стала уже после Первой мировой войны, когда австро-венгерская империя прекратила свое существование. Были различные потребности, как расчеты между бывшими частями этой империи, Австрия, Венгрия, Чехословакия, так и с внешним миром. Нужно было установить какие-то единые цены и тут пригодилась как раз резервная европейская валюта. Именно дукаты с старой уже датой 1915 год и портретом умершего уже императора Франца Иосифа Австрия и чеканила 20-30 годы, вплоть до своего поглощения Германии. Иногда говорят, что чеканит и по сию пору, хотя в чем потребность в наши дни в этой монете, за исключением коллекционной надобности, сложно сказать. Да и на чеканина было дукатов настолько много 20-30 годы, что их хватит еще на много поколений вперед. Все мы можем стать обладателями этой монеты. А ведь монета очень красива. Одновременно с тем, что это одно из последних проявлений многовековой европейской резервной валюты, это еще и самая красивая золотая монета начала 20-го века, выполненная великолепным качестве. И качество ее исполнения залог ее надежности. Очень сложно подделать монету, исполненную в полированном исполнении, proof-like, можно сказать. В то же время с высоким рельефом, замечательным портретом, очень тонкими элементами орла и дукат, действительно, практически не подделывается. Нет, конечно, подделки встречаются. Подделывают вообще все. Вопрос в том, что подделки дуката 2015 года очень легко отличимы именно по качеству исполнения поля, по недостатку объема, по неточности деталей орла. Ну и, в общем-то, видны они с первого взгляда. Конечно, их манистеруют под дукаты, которые каким-то образом активно находились в обращении. Хотя уже сама история этой монеты подсказывает, что эта монета все-таки межбанковская. И в обращении как таковом она практически никак не находилась. А вот старшего брата четыре дуката Австро-Венгии как раз подделывают и очень-очень хорошо. Поэтому будьте осторожны при покупках именно четырех дукатов. Качественную подделку, я думаю, мы вам покажем в одном из следующих выпусков. Но отличить ее от подлинной практически невозможно. Только очень незначительные детали и, самое главное, вес. Давайте вернемся к вопросу веса. Дукат исполнен в 986-й пробе. Высшая монетная проба, обращу ваше внимание, высшая монетная. Мы с вами знаем о том, что есть монеты 990-й, 999-й пробе. Конечно, есть такие монеты, используемые именно как некие золотые слитки и имеющие большие проблемы с хранением. Монеты такой пробе очень неустойчивы и даже однократное их держание в руках приводит к тому, что на провести остаются пятна, следы, даже небольшие повреждения, потом уже с монетой фактически никак не удаляемые. А вот 986-я проба, самая высокая проба, позволяющая, ну, по крайней мере, при таком межбанковском обращении монеты, сохранять ее внешний вид в достаточно хорошем состоянии. И выработана эта проба была путем экспериментов. Не самые первые дукаты имели 986-ю пробу, но уже в 13 веке пришли именно к ней. После этого дукаты, неважно, голландские, чешские, австрийские, имеют строго 986-ю, по-другому еще, дукатную пробу золота. И весят дукаты, опять же, независимо от того, о дукате какой страны мы с вами говорим, строго 3,49 грамм. Без допусков и без возможностей отклонения. Любая другая монета, австрийская, скажем, в Австрии, кроме дукатов, использовались и другие виды валют, такие как крона или даже двойной номинал франки флорины, о которых тоже, конечно, вам еще расскажем. Немецкие марки, французские франки, суверены, российские золотые монеты, времен империи, да и современные, все имеют и медиум. Допуск меньше или больше от официального каталожного веса, но только не дукат. Дукат это всегда 3,49 грамм. Поэтому, как я и сказал в самом начале, это буквально весовой слиток дукатной пробы. А почему такая странная весовая характеристика 3,49? Не 3,5, не 3,4 или какая-то другая целая цифра, а именно 3,49. Вопрос совершенно исторический. Как я уже сказал, не только самые первые дукаты имели высокую пробу, проба у них была несколько ниже, постепенно пришли к 986. И во избежание разделения дуката, скажем, правильные в современные и неправильные, старые, с пониженной пробой, привели вес монет с 986 пробы к фактическому соотносительному аналогу первых, самых ранних дукатов начала 13 века. Этот вес оказался таким неровным, 3,49. Поэтому, приобретая дукат, смело взвешивайте его. Именно по весу вы фактически точно определите подлинную и неподлинную монету. Ну и, конечно же, можно иметь в коллекции такую красивую монету, как я уже сказал, самую красивую золотую монету начала 20 века. Стоимость примерно приравлена к цене металла, используемой для ее изготовления. И на сегодняшний день, а мы говорим с вами о августе 2019 года, в России такие монеты покупаются примерно за 11 тысяч рублей, а продаются за 11 с половиной или около того. Но каждый может сам легко высчитать стоимость дуката, просто взяв биржевые показатели цены металла и умножив на текущий валютный курс. Ну а о других интересных золотых монетах мы расскажем вам в других выпусках. Смотрите наши передачи, подписывайтесь на канал «Заметки». Нумизмата. Ждем вас!